Добрый день, меня зовут Иваненко Светлана, я представляю Институт ядерной физики имени Буткера. Ну и также этот доклад — это совместная работа вместе с Санкт-Петербургским физико-техническим институтом, ну и посвящена она разработке дисперсионного интерферометра для Токамака Глобус М2. Собственно, предпосылками к данной работе послужил накопленный в Явсаран опыт по созданию дисперсионных интерферометров на основе CO2 лазера. Такой интерферометр был создан для установки ГДЛ и позволял осуществлять измерения плотности плазмы с разрешением 10,13 см минус 2 и временным разрешением 4 микросекунды. И более того, аналогичный интерферометр был создан и работал на текстуре, и там результаты измерения использовались в контурах обратной связи для управления плотностью плазмы и положением плазменного шнура. Ну и, собственно, целью создания данной работы было создание аналогичного интерферометра для Токамака Глобус М2 с разрешением интегральной плотности не хуже 5 на 10,13 см минус 2 и с возможностью использовать результаты измерений в контурах обратной связи для управления плотностью плазмы. В основе интерферометрической методики лежит принцип суперпозиции двух волн, вышедших из одного источника, на пути одной из которых помещена плазма. Результирующий сигнал фотодетектора содержит разность фаз, которая прямо пропорциональна интегральной плотности плазмы. Достоинствами дисперсионного интерферометра являются то, что два луча распространяются по одному и тому же пути. Луч первой и второй гармоники используется, что существенно сокращает влияние вибраций, ну и делает его компактным. Ну и также при выборе оптимальной длины волны такой интерферометр имеет на него, кажется, слабое влияние рефракции. Особенностью также интерферометра, разработанного для ГДЛ и текстура, была аппаратура регистрации, созданная в ИАФе. Ну то есть стандартно аппаратура регистрации строится, что сигналы детектора оцифровываются, запоминаются и передаются диагностическому компьютеру. Современные регистраторы, вообще современные возможности электроники позволяют включать на борт результата регистратора так называемый модуль цифровой обработки данных, который строится на базе программируемых логических интегральных схем, либо цифровые сигнальные процессоры, либо программируемые логические матрицы. И это позволяет перенести обработку результатов непосредственно в сам регистратор, что существенно сокращает время, то есть время не тратится на пересылку, и можно непосредственно вычисление фазы осуществлять на борту, что и позволило использовать эти результаты в контурах обратной связи. Ну и поскольку вот также ИАФ имеет большой опыт по созданию таких регистраторов, у нас завтра будет отдельный стенд у Пурыги Екатерины по этому поводу. Возвращаясь к дисперсионному интерферометру, в схему дисперсионного интерферометра был добавлен модулятор, благодаря которому в сигнале фотодетектора появилась осциллирующая компонента. При амплитуде этой компоненты в пиродиан это позволило изменять сигнал от максимума до минимума, независимо от набега фазы, что, ну и в общем-то, работать всегда в зоне максимальной чувствительности. И алгоритм восстановления фазы был очень простой. То есть при равенстве нулю сигнала фотоприемника фаза с точностью до константы становилась равна амплитуде модулирующего сигнала. То есть представлен сигнал фотоприемника, мы просто определяли нулевую линию и смотрели в этот момент, чему была равна амплитуда модулирующего сигнала. Алгоритм простой и красивый, но имел свои недостатки. То есть первое – это чувствительность к шумам, потому что любые шумы на сигнале в чистом виде давали, то есть хоть шумы при определении средней линии, шумы на сигнале фотоприемника в чистом виде давали погрешность в результаты их измерений. Ну и, собственно, то, что не позволял учитывать данный алгоритм – это изменение глубины модуляции. Мы считали ее постоянной, но, как показали эксперименты, как показала жизнь, она могла меняться в течение времени. То есть этот алгоритм не позволял учитывать такие изменения. Ну, то есть вот при глубине модуляции π макушечки лежат на одной линии, ну, то есть если это будет больше π, будет перемодуляция или меньше π недомодуляция, и это сразу вносит ошибку в результаты измерений, несколько непредсказуемую. Поэтому для создания алгоритма для вычисления фазы для токамака-глобус мы решили перейти к алгоритму на основе преобразования фурьер, то есть переписали сигнал фотоприемника, используя тригонометрические функции в следующем виде, разложили косиносоидальные и синосоидальные компоненты в ряд фурьер, где йод – это функции бесселя, ну и дальше переписали, собственно, все подставили, переписали. И у нас получается нулевая гармоника, первая гармоника, вторая гармоника. И первой и второй гармоники, по сути дела, нам достаточно, оказалось, отношение амплитуд первой и второй гармоники нам достаточно, чтобы вычислить тангенс φ, собственно, этого искомого набега фазы. Ну и далее, то есть вот оно, искомое выражение, переписываем его в следующем виде. Если глубина модуляции постоянная, у нас уравнение с одной неизвестной, ну а если нет, то, соответственно, уравнение с двумя неизвестными. Для этого мы, чтобы найти этот, определить глубину модуляции, мы берем также третью гармонику, задействуем третью гармонику, ну и, собственно, отношение амплитуд. Через отношение амплитуд мы можем вычислить непосредственно уже глубину модуляции. Подробнее было описано в статье, ну или также можно будет, если что, завтра подойти к стенду и расспросить. Итак, блок-схема дисперсионного интерферометра совместно с регистрирующей аппаратурой, то есть сам регистратор мы называем фазометр. Оптическая схема подробнее выглядит следующим образом. То есть лазер, кристалл удвоителя частоты, модулятор, далее излучение заводится через окно вакуумной камеры. Здесь стоит уголковый отражатель, еще один удвоитель частоты, фильтр, ну и, собственно, фотодетектор. Вот, ну и сигналы фотодетектора попадают непосредственно вот в фазометр. Здесь аналоговый тракт позволяет подстроить результаты под шкалу АЦП. Результаты отцифровываются и передаются в узел цифровой обработки данных, подстроенный на базе программируемой логической матрицы. И, собственно, внутри уже происходит вычисление фазы, реализуется весь описанный алгоритм. Результаты измерений как в сыром виде, то есть чисто сигналы, оцифрованные сигналы фотоприемника, передаются диагностическому компьютеру, так и результаты фазы передаются диагностическому компьютеру, ну и выдаются в обратную связь для систем управления уже. Фаза меряется каждые 20 микросекунд, временное разрешение фазы, да, и позволяет, собственно, до 10, память на борту позволяет записывать до 10 секунд сырых данных с частотой, там 12,8 МГц идет оцифровка, ну, в общем, большое количество данных позволяет записывать. Реализация, тоже на реализации именно алгоритма в цифровом узле не буду останавливаться подробнее, тоже было описано отдельно. Остановлюсь на характеристиках непосредственно фазометра. Справа представлено шумовое распределение, то есть в отсутствии сигнала на входе фазометра, то есть речь сейчас чисто про электронику. Собственно, шум составил 0,01% от шкалы АЦП, это чисто вот, чисто для фазометра. Ну и мы проверили зависимость, то есть зависимость шума, наложенного на сигнал фотоприемника, как он влияет непосредственно на результаты вычисления фазы при данном алгоритме. То есть подавался сигнал с генератора произвольной формы, моделировал с наложенным шумом, ну и получалось, что если шум изначально сигнала фотоприемника составлял 4% от шкалы АЦП, то в результате это давало ошибку на уровне 1 градуса, то есть по фазе. Вот для прошлого алгоритма это было гораздо хуже, потому что, собственно, шум, который оказывался на сигнале фотоприемника, он в чистом виде переходил в ошибку для фазы. Ну и также результаты испытаний фазометра подавали, значит, сигнал с генератора произвольной формы, чтобы проверить, там, меняли фазу с шагом 5 градусов, ну и тут измеренные, и заданные, и измеренные. Видно, что, значит, фазометр успешно справлялся. Вот, и разрешающая способность составила 0,01 градус, это вот как раз мы меняли фазу с шагом 0,01 градус, и оценка разрешающей способности чисто фазометра, опять-таки чистой электроники, составила 4 на 10 в 11 сантиметров минус 2, ну, в эквивалентной плотности плазмы. Интерферометр был, значит, картинка, как это выглядит на глобусе, был установлен. В осеннюю кампанию он вначале проводилась проверка тестовых испытаний с клином, который менял, ну, как это, задавал изменения набега фазы в диапазоне 8,1 плюс-минус 0,2 радиана, ну, то есть, ну, и, соответственно, видно, что измерение фазометра вполне себе совпадает, ну, и разрешающая способность составила 0,005 радиан при этом. Далее были проведены испытания уже непосредственно с плазмой, в сравнении с Томпсоновским рассеянием красные точки – это Томпсоновское рассеяние, черные – это результаты дисперсионного интерферометра. Ну, это одна из лучших картинок, а в среднем, значит, погрешность, ну, была на уровне, там, 15%, не составила более 15%. Вот. На сегодняшний день стоит задача решить как раз вопрос использования обратной связи управления. Для этого в фазометре, в цифровом узле фазометра, был реализован контроллер управления плотности плазмы. Он использует данные, измеренные данные фазы, сравнивает их с заданными оператором и, собственно, вычисляет ошибку и подает на плату управления клапаном. Ну, вот на данный момент был стенд создан в Яфе для проверки этого всего, и по возвращению будем уже отлаживаться, проверять. Ну, а в планах до конца года осуществить уже, отладиться полностью и проверять уже на Токамаки Глобус. В заключении хочется сказать, что дисперсионный интерферометр на основе СО2 лазера стал полноценной частью диагностического комплекса Токамака Глобус М2. Но размах шумовой компоненты при измерениях линейной плотности не превышает 6 на 10 12 сантиметров минус 2 при временном разрешении 20 микросекунд. Относительная погрешность вычисления абсолютного значения линейной плотности не превышает 2,5%. И, наверное, в заключении хочу добавить некоторый краш-тест работы алгоритму, потому что было много вопросов при сравнении алгоритмов. Ну, собственно, при полной шкале в 1 вольт фазометра, то есть мы подавали прям сигнал 60 милливольт, сильно зашумленный, по сути, шум здесь 1 треть от сигнала составляет, вот как должен выглядеть сигнал. И, собственно, даже при этих условиях фазометр справлялся. Да, как бы есть некоторые пульсации, но тем не менее. В то время как старый алгоритм, ну, то есть пришлось бы вычислять, здесь надо было искать среднюю линию, и как бы, то есть он бы вообще не работал. Ну, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимировна. Так, вопросы, пожалуйста. Лена Владимировна. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что у вас возникает недо- и перемодуляция, и вот вы показывали алгоритм, да, вот как она определяется. А за счет чего это возникает? За счет чего? Нестабильность модуляции вообще? Ну, видимо, нестабильность работы лазера, каких-то, может быть, ну, то есть это больше оптические вещи, там, температурные, каких-то оптических систем. Это больше надо, наверное, к нашим оптикам, поскольку я... Спасибо. Так, еще вопросы есть? Так, ага, Вячеслав Алексеевич. Вот правильно я понял, что вы туда-сюда луч гоняете, вы тем самым повышаете чувствительность? Ну, у вас два раза проходит через одну и ту же плазму. Значит, у вас как бы два раза, ну, два раза плазма будет? Ну, один раз проходит, получается, луч первой гармоники и второй. Да. Да, получается, два раза проходит. Ну, конечно, да. А интерферируете, вы как бы не гоняете луч, а там с другого, ну, другой части временной функции лазера вы интерферируете. Правильно? Так, можно еще раз сам вопрос? Я могу вернуться к схеме. Вопрос такой, смотрите, у вас два раза луч проходит. Да. У вас два раза проходит луч, туда-обратно. Да, да, да. Ну, а вы меряете уже просто как луч прошел два раза. Да. Значит, таким образом вы как бы, ну, удваиваете, удваиваете, ну, чувствительность повышает. Ну, по сути, да. Да. Ну, а интерферируете вы там другим пуском того же луча лазера. Вам же нужно интерферировать с чем-то, кого-то с чем-то. А, ну... Ну, вы... У вас луч один диагностический. Вот он не важен, что он два раза прошел туда и обратно. А тот же, вот этот луч, который проходит через плазму. А второй у вас, который никуда не прошел. Где-то у вас там он должен... Нет, там, на самом деле, идут два луча через плазму, но на разной частоте. Между ними идет интерферируемация. Ну, я же как раз про это и говорю, что, да, здесь проходит безлучение первой, вот, собственно, зеленым это получается, первой и второй гармоники, а дальше уже здесь стоит фильтр, и мы, соответственно, вторую и вторую. Так, спасибо. Все? А, и Александр Геннадьевич. Очень короткий вопрос. А четвертую и пятую гармонику вы, в принципе, можете, вот, сказать, вам этот модулятор позволяет увидеть? Это, наверное, тоже больше к Александру вопрос. Ну ладно. В кулуарах еще будет дискуссия, я так понял. Значит, все, да, больше вопросов нет. Тогда еще раз спасибо. Благодарим докладчика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.